Сегодня будет небольшой обзор рекуррентных сетей. Эти сети будут отличаться от тех, которые мы видели на прошлых занятиях. Конкретно у нас появится связь между скрытыми слоями. И вот эти сети, которые мы сегодня увидим, они, по крайней мере, утверждаются, что они больше похожи на настоящие нейронные сети. Вот сети, которые мы видели до сих пор, это сети прямого распространения, они выглядят примерно вот так, то есть у нас есть слой входа, есть слой выхода, есть скрытые слои, и сигнал распространяется напрямую. Соответственно, ошибка распространяется назад. Есть теорема об универсальной аппроксимации, которая говорит, что такая сеть может аппоксимировать любую функцию. Чаще всего на практике используются именно такие сети, но, к сожалению, не все задачи удается оптимально решать с такими архитектурами. Кроме сетей прямого распространения есть еще рекуррентные сети. Здесь сигнал распространяется не только от входа к выходу, но еще и внутри скрытых слоев. утверждается, что с любой рекуррентной сетью можно связать динамическую систему и, в принципе, то, что происходит в рекуррентной сети, оно похоже на классическую динамическую систему. Если с архитектурами простых сетей прямого распространения на данный момент все более-менее ясно, то рекуррентные сети продолжают развиваться. и на самом деле до сих пор не совсем очевидно, какая сеть, какая архитектура лидирует даже для простых задач. Таким образом, если сравнивать глобально сети прямого распространения и рекуррентные сети, то одни аппроксимируют функции, а другие в каком-то смысле реализуют структуру на уровень выше. Как здесь написано, они оптимизируют программы. То есть утверждается, что с помощью рекуррентной сети можно реализовать нечто похожее на машину тюринга и таким образом реализовать любую программу. А почему нечто похожее на машину тюринга? Просто подход немножко другой. Ну то есть мы все-таки в нейронных сетях так или иначе мы что-то аппроксимируем, а в машинах тюринга мы что-то вычисляем. То есть и то, и другое понятие достаточно шаткие и действительно, если немножко поменять определение, то можно думать о рекуррентной сети, как о машине тюринга. Но сразу из определения это не следует. Я имею в виду, что задачу, которую, то есть алгоритм реализованный на машину тюринга, можно с тобой точно все же реализовать, правильно оплатовывать параметры, на тюрингу, на тюрингу, на тюрингу. В каком-то смысле да. Окей. Значит, одна из первых рекуррентных архитектур известных – это нейронная сеть Хоупфилда. Как она была устроена? У нас есть какое-то множество нейронов. На вход каждому нейрону приходит сигнал, и дальше к этому сигналу применяется пороговая функция. И сигнал не только идет на выход, но еще и распространяется по всей нейронной сети. То есть, грубо говоря, у нас в каждом нейроне в каждый момент времени вычисляется сумма из входных данных и данных с других нейронов. И если она больше какого-то порога, то выдается единица, и в противоположном случае выдается ноль. И итерация повторяется. Сейчас в каком конкретном месте? Допустим синяя стрелка, да? Да, она получается вход для второго нейрона. В то же время она является выходом из первого, третьего, четвертого, кажется. Да-да, имеется в виду, что просто из каждого нейрона есть связь в каждой. То есть он забыл три сети? Вот что удалось увидеть на таких сетях? Оказалось, что если правильно подобрать веса, с которыми сигналы суммируются, то есть если там будет симметрическая матрица, и тогда на некоторых входах такая сеть будет стабилизироваться и с какого-то момента начнет выдавать, во-первых, каждый нейрон начнет выдавать одно и то же значение. И это в каком-то смысле будет означать, что сеть обучилась. И что такие сети умеют? Например, умеют восстанавливать искаженные изображения. То есть если мы будем обучать такую сеть на некоторое множество изображений, а потом подадим на вход обрезанное изображение, то есть, например, обрежем верхнюю часть изображения, оставим без изменения, а нижнюю сотрем, то после нескольких итераций на выходе получится исходное изображение. Да. У нас связано с сетями в одном слое, но входы, выходы всех, ну, в любую точку слоя идут на вход каждого нейрона. Да. То есть линирон, получается, роль нескольких выполняет для вас, чтобы полноцвязать? Собственно, отличие сети прямого распространения, как я уже сказал, от рекуррентной сети в том, что сигнал не распространяется напрямую. То есть сигнал не только идет на выход, но еще и возвращается в сам нейрон. Такую вещь мы не наблюдаем в сети прямого распространения. Соответственно, если вы захотите обучать, что мы дальше увидим, если вы захотите такую сеть обучать методом обратного распространения ошибки, то у вас в лоб не получится. То есть нужно как-то менять алгоритм. Да. То есть у нас получается любой нейрон внутри, ну, на внутренних слоях, может быть, соединен с любым другим на внутреннем слое? Ну, это конкретно вот в этой архитектуре, да. Нет, ну, в смысле, в принципе, это, например, лобу, внутренний слой состоит из нескольких слоев. То есть если до этого у нас графы вычислений были ацикличными, то теперь у нас появляются циклы. А обязательно каждый нейрон еще не сам у себя? Ну, вообще, я говорю, не обязательно. Но вот то, с чем экспериментировал Hopfield, выглядело вот так. Следующая сеть, вообще группа сетей, это машины Больцмана, и в частном случае это ограниченные машины Больцмана. Здесь уже есть входы и есть скрытые слои. И связь входа со скрытым слоем и скрытого слоя с выходом, это уже не просто функция, а сэмплирование из вероятностного распределения. То есть то, что называется стахастический нейрон. То есть у нас в каждом нейроне вычисляется сумма входов с весами, а на выходе идет не функция активации от этого числа, а, грубо говоря, подбрасывание монетки с такой вероятностью. Да, если у нас пороговая активация, то так. Если не пороговая, а какая-то более сложная. Если мы, например, хотим генерировать элементы нормального распределения, то мы будем, используя веса, мы будем аппроксимировать мат-ожидание дисперсию и будем генерировать... Смотрите, что мы делаем? Мы вычисляем... Допустим, мы вычисляем какую-нибудь такую сумму... Да. Мы берем от этого какую-то функцию активаций и дальше мы заранее определяем, с какими распределениями мы работаем. Например, мы работаем с распределением вернули. Тогда мы просто будем генерировать единицу с вероятностью вот этой сигмы и ноль с вероятностью 1 минус сигму. То есть во время каждого прохода мы будем сэмплировать случайную величину. Для нормального мы с помощью весов оцениваем отожидание и дисперсию. И уже из такого распределения тоже выбираем число. То есть сэмплируем величину с такими параметрами. Оказывается, что такие архитектуры уже могут решать больший круг задач. Но у них есть достаточно много проблем. Одна из них – то, что очень сложно выбрать метод обучения и параметры системы, при которых удастся решить ту или иную задачу. И это нужно делать каждый раз. Распределение – это тоже как параметр? В каком-то смысле это можно назвать гиперпараметром. То есть в каких случаях использовалась такая архитектура? Она использовалась, если мы хотели решать задачи с обучением без учителя. То есть, например, у нас было какое-то большое количество наблюдений, и мы хотели начать лучше понимать, как эти наблюдения устроены. Один из способов – это как раз-таки обучить машину Больцмана и упростив распределение. То есть, например, у нас есть более-менее нормальная распределенная выборка, а мы хотим в каком-то смысле начать описывать ее бинарными величинами. И для этого мы используем скрытые слои, распределенные, например, по закону Бернолли. Если бы скрытый слой был один, если бы там был один нейрон, то да, на два класса. А если нейронов много, то это какая-то более сложная структура получается. Но в любом случае, несмотря на устройство, классические задачи, которые решаются рекуррентными сетями, такой архитектурой решаются плохо. Окей, собственно, зачем вообще нужны рекуррентные сети? Простейшее, что сразу приходит на ум, это задача, когда вам нужно работать с последовательностями, с различными последовательностями. То есть, например, вы хотите из одной последовательности получить другую, из последовательности русских слов получить последовательность английских слов, или вы хотите классифицировать последовательности. А если бы предсказать, угодать алгоритм, предсказать следующий член, я не буду сюда верить? Да. Соответственно, к задачам о работе с последовательностями относятся все возможные задачи на временные ряды. Работа с изображением. Как я немножко упоминал на лекции про архитектуры, задача локализации, если у вас много объектов, можно частично свести к рекуррентной нейронной сети. То есть, вы можете думать об одной картинке, как о последовательности объектов, просто каким-то образом генерируя окна, то есть кусочки вашего изображения. И дальше вы можете уже с полученным набором изображений работать как с последовательностью. Также видео является естественной последовательностью изображений. Ну и самый популярный круг задач для рекуррентных сетей – это задача, связанная с текстами. Дальше мы еще чуть-чуть обсудим, о чем речь. Скажем пару слов про классические методы, которые не связаны с нейронными сетями. Один метод – это просто регрессия. То есть, вы по какому-то набору входов фиксированному пытаетесь предсказать следующий вход. Такую задачу можно решать кучей разных методов, в том числе с помощью классических сетей прямого распространения. Соответственно, здесь может быть не два последних элемента последовательности, а один или два, или более. Но важный момент, что вам приходится фиксировать количество элементов последовательности, с которыми вы работаете. Иначе вы не сможете обучить нормально. То есть, как только, если вы, грубо говоря, обучали модель для двух последних элементов, вам вдруг захотелось по трем получать предсказания, то это уже неочевидное. То есть, вам, скорее всего, придется переучить сети и выбрать другую архитектуру, новую. Можно. В любом случае, просто из того, как устроена архитектура, вам нужно выбрать, как минимум, максимальное количество элементов последовательности. И также эта система будет очень чувствительна к конкретному числу элементов. То есть, если вы выучили, грубо говоря, матрицу весов, которая связывает пять элементов последовательности с одним следующим, это совсем не то же самое, что выучить, что по трем элементам предсказывать следующее. Конечно, будет. Поэтому и интересно использовать рекуррентные сети, а не сети прямого распространения. Там правда не всегда правда, потому что там еще не очень удобно. Нет, смотрите, если вы... Сейчас, чуть-чуть позже вы увидите, почему рекуррентные сети намного проще решают такие задачи. На уровне идеи у вас появляется связь отсюда-сюда, которая позволяет вам работать с любым количеством входов. Окей, чуть-чуть позже будет картинка, из которой, надеюсь, станет все понятно. И еще одна отстраненная вещь – это скрытые модели Маркова, где у вас есть входы или входы плюс выходы, это то, что это видимая часть системы, и есть скрытые состояния. И вы пытаетесь, используя, обучая вот такую сеть с помощью вероятностных методов, вы пытаетесь выбрать удачное скрытое представление, которое позволит предсказывать следующий элемент последовательности. Ну и, наконец, вернемся к рекуррентным сетям. Вот так выглядит, с одной стороны, простейшая рекуррентная сеть, с другой стороны, в каком-то смысле, любая рекуррентная сеть выглядит вот так. То есть у вас есть вход, он поступает на скрытый слой, к нейронам на скрытом слое и ко входу применяется функция, и получается выход. Но, кроме этого, у нас появляется связь на скрытом слое, которая, фактически, что она делает? Она сохраняет значение скрытого слоя для следующего входа. Чтобы яснее представлять себе, что здесь происходит, можно взять и развернуть рекуррентную сеть в сеть прямого распространения. То есть что у нас получается в последний момент времени, то есть последний элемент последовательности, он просто приходит в скрытый слой, и дальше к тому, что получилось, и к тому, что было на скрытом слое, применяется еще одна функция, и получается выход. На предыдущем слое фактически все происходит точно так же. Вопросы? Давайте разберем короткий пример рекуррентной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Значит, у нас на вход приходит последовательность из двух элементов x0 и x1. Дальше к x0 применяется матрица VxH, которая переводит вход в скрытое состояние. То есть у нас в первый момент времени скрытый слой становится равен x0 умноженное VxH умноженное на x0. А на выход у нас ну или напишем здесь лучше VyH значит на выход у нас поступает VyH умноженное на VxH умноженное на x0 где вот эта вещь это h0. На следующем шаге у нас собственно сюда собственно h1 вычислится по каким образом вычислится h1 как какая сумма? ну да VxH на x1 плюс h0 а h0 это вот эта вещь да правильно да это очень важная особенность рекуррентных сетей то что все вот эти веса они одинаковые как раз это позволяет получить рекуррентность ну вот у вас в обычной сети прямого распространения у вас на каждой на всех стрелках во всех слоях разные веса здесь же у нас веса везде одинаковые да как раз это позволяет из любого момента времени попасть в любой и это еще одна связь с марковскими моделями а что нельзя было сделать разные веса тогда тогда в таких сетях было бы очень много параметров и вы бы опять получили привязку к количеству элементов то есть ну во первых важное важное замечание что у вас игрек в игреке применяется нелинейность то есть то есть у вас на выходе не не аж а какая-то нелинейность сигма от аж это первая вещь вторая вещь как как было сказано то есть фактически только что если бы везде были разные веса вы бы были привязаны к тому к длине последовательности то есть чтобы применять вашу сеть к последовательности длины н вам и пришлось обучить н умножить на количество весов в в одном блоке здесь же вам вам не нужно обучать столько весов вам нужно обучить всего всего лишь две матрицы точнее три 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 матрицы вот собственно чтобы обучать векурентные нейронные сети нужно зафиксировать какое-то максимальное т развернуть вашу сеть в линейную и дальше воспользоваться об обычным алгоритмом обычным backpropagation обычным backpropagation какие проблемы у нас здесь возникнут то есть чем чем еще чем все-таки обучение такой сети будет отличаться от обучения обычной сети прямого распространения сейчас но это как бы это свойственно всем нейронным сетям а здесь то есть то есть чем чем такая такая архитектура отличается от стандартной сети прямого распространения почему у нас вот у нас по и по x0 уже получается какой-то y0 по x1 x0 получается y и y1 по x2 x1 x0 получается y1 по x2 x1 x0 получается загвоздка в том что у нас везде одинаковые веса то есть если мы будем в лоб применять backpropagation то мы получим неправильные формулы так как у нас есть связи весов здесь с весами здесь и это как раз из самого алгоритма пропагейшн это это будет разные веса можно да правильно то есть во первых что можно сделать можно сделать такую замену переменных и И таким образом потребовав, чтобы эти веса совпадали. Но это ровно совпадает с тем, что мы все эти веса выносим, то есть добавляем дополнительную связь. Мы скоро вернемся к особенностям backpropagation. Давайте пару слов скажем про историю обучения и историю архитектур рекуррентных. Во-первых, утверждается, что еще тот самый Розенблат, который был одним из первых изучавших сети прямого распространения и построивших теорию, еще он занимался рекуррентными сетями, но после статьи про XOR он почему-то этим заниматься перестал, и никто не занимался рекуррентными сетями до Хопфилда. Собственно, сети Хопфилда были очень специфичными, и они были больше связаны с задачами без учителя. Возможно, поэтому тема тоже бурно не развивалась тогда. Дальше появляется сеть Джордана и ее развитие сеть Элмана, которая фактически выглядит практически точно так же, как простейшая рекуррентная сеть, которую мы видели только что. И, наконец, только более-менее в наше время, в конце первого десятилетия 2000-х, с развитием видеокарт и вычислений на видеокартах, появилась новая волна интереса к рекуррентным сетям, и фактически люди научились их хорошо обучать, получать полноценный результат. Вот так выглядела сеть Джордана. Кроме скрытого слоя здесь еще появляется слой контекста. Скоро мы увидим похожую архитектуру, которая позволяет решать многие проблемы рекуррентных сетей. Но именно в тот момент это было скорее такой странной интерпретацией скрытого слоя. Наконец, сеть Элмана выглядит фактически ровно так же, как сеть, которую мы видели в начале. Окей. Скажем еще несколько слов про то, какие задачи мы можем решать инкурентными нейронными сетями. Классическая задача, которая решается сетями прямого распространения, ее можно изобразить вот так. Например, это задача регрессии и задача классификации. Дальше есть задача, когда вам нужно научиться один элемент превращать в последовательность. Какие задачи это могут быть? Кодирование? Почему? Ну это скорее из одного элемента в один. Ну это скорее последовательность в последовательность. А здесь у вас просто по какому-то одному входу вы хотите получать последовательность. Ну простой пример. Тоже не то, потому что в переводе вы как раз по одной последовательности хотите получать другое. А здесь такой простейший пример это как раз про ваш проект, которым вы занимаетесь. Например, вы выбираете какой-нибудь жанр музыки, а сети генерит сэмпл, который соответствует этому жанру музыки. Ну я и просто связанные вещи. Ну а жанр это же не один элемент. Вы даете номер жанра, например, на выходе получаете композицию из пяти нот. Другая задача, вы подаете в сеть картинку, а на выходе получаете предложение, которое описывает эту картинку. А здесь вопрос к тому, как вы работаете с картинкой. То есть обычно мы все-таки работаем с картинкой как с одним входом. Если мы вспомним, например, сверточные сети, про которые рассказывал Даниил и я, то есть там у вас нет естественной последовательности. То есть у вас скорее картинка это просто набор данных. Другой момент, если бы у вас была последовательность картинок и вы бы хотели получить, например, жанр этих картинок. Это было бы действительно примером, который можно решать с помощью рекламных сетей. Это было бы many-to-one. А это... Окей. Понятно? Какой круг задачи? В том, что картинку мы видим как негинное целое предложение, это в принципе то же самое, а мы их принимаем как последовательный символ сразу. Да. Many-to-one. Какой пример? Ну, вот картина, кому-нибудь еще. Ну, например, а еще какой? Ну, да, с жанром музыки или с жанром текста. Или определить язык. Отлично. Это еще определение тональности текста. Это так... Почему определение тональности достаточно сложная задача и почему к ней лучше относиться как к задачи рекуррентной? Потому что добавление даже одного слова может полностью изменить тональность. Мне при этом тональность в тексте может меняться. Поэтому вам недостаточно текст рассматривать как одну сущность, а важно каким-то образом ходить по блокам по этому тексту. Наконец, если вы пытаетесь работать уже с полноценными последовательностями и отображать их в последовательности, то это можно делать по-разному. Можно выдавать ответ сразу, как к вам поступил новый элемент последовательности. А можно ждать до какого-то момента и только после этого генерить output. Вот второй подход — это то, что называется асинхронно. Какие задачи, возможно, нужно лучше решать таким подходом? Ну, собственно, ответ уже звучал. Это перевод текста. Опять же, почему нельзя переводить сразу? Потому что не все языки устроены одинаково, и во многих языках нужно прочесть предложение до конца, чтобы просто начать переводить на другой язык. Вот, собственно, пример сети, который переводит с немецкого на английский. То есть у нас тоже слои входов, скрытые слои и слои выходов. И, наконец, когда нам нужно работать с последовательностями синхронно. Да, то есть мы длину выхода легко можем регулировать. Видео, конечно, только пытаемся как-то классифицировать. Ну, тогда бы это скорее было «many to one». Или мы хотим каждый кадр классифицировать? Что на нем вообще сейчас есть? Картой там и мяч, и баскетбол. Да, такая задача вполне уместна. Собственно, про нее была речь. Опять же, если вы хотите из одного временного ряда получить другой, то тоже такой подход вполне себе уместен. Например, если вы хотите с помощью нейронной сети убрать сезональность из временного ряда. Вполне можно попробовать такую задачу решить, решить вот такой архитектурой. А можно, например, туда компьютер использовать? Например, у нас есть какой-то процесс, на нем много ошибок, и мы хотим брать ошибки и только общий тренд процесса показать. Или это лучше «many to one»? Смотря в каком виде вы хотите этот тренд увидеть. То есть, если у вас тренд будет задаваться одним числом, то логично, что «many to one» или каким-то конечным числом. А если вы хотите на выходе сразу получать последовательность обработанную, то можно решать таким образом. К сожалению, если мы будем просто использовать нейронную сеть Элмана, скорее всего, мы не придем к успеху. Давайте попытаемся понять, почему. Давайте вернемся к картинке, к вот этой. Значит, давайте вспомним, как вычисляется значение скрытого слоя в момент времени t. Что это такое? На самом деле мы хотим добавлять еще одну нелинейность. То есть, это там некоторая функция. Назовем ее FH. Вот от чего? Значит, от… Ну, вот от W и H на X и XT плюс что? Ну, то есть, да, V, H, H. На что? На FH. Отлично. Ну, и еще мы, как обычно, можем добавить какой-нибудь BIOS. Например, назовем его BH. Смотрите, у нас… Вот здесь это HT, вот здесь это HT минус первое. То есть, это выход из предыдущего? Что выход из предыдущего? Ну, HT минус первое – это значение скрытого слоя. Да, но я не говорила, это выход из предыдущего скрытого слоя. А, окей. Просто на самом деле у нас еще в каждый момент времени есть, может быть точнее, выход сети, который не равен скрытому слою, он на самом деле функция, примененная к скрытому слою и ко входу в этот момент времени. То есть, HT минус первое – это просто значение скрытого слоя в момент T минус один. Окей. Теперь, как мы на самом деле обучаем нейронную сеть? То есть, что нужно добавить к этой картинке, чтобы можно было на самом деле применить backpropagation, чего не хватает? Вот на картинке справа. Да, правильно. Что нужно минимизировать? Да. То есть, на самом деле, кроме output, должны еще быть… т.е. у вас есть, получается, HT, здесь YT, а здесь LT. И что мы хотим оптимизировать? Что нам нужно оптимизировать? Ну, то есть… Да какую? Ну, нет. Вот это LT – это как раз ошибка в момент времени T. Ее и минимизировать? Ну, на самом деле, нет. На самом деле, нам надо минимизировать сумму всех ошибок. Вопрос хороший на самом деле, мы чуть-чуть позже про это скажем, но если мы решаем задачи в общем виде, то да, нам надо T большого минимизировать. Еще раз? До какого это T? Ну, мы задаемся некоторым T, которые максимальный размер последовательности. Ну, например, если вы хотите переводить предложение, то это T будет равняться максимальной длине предложения. А если, например, у нас смысл контекстуальный язык и есть смысл несколько предложений использовать? Может, текст будет написан на одном, и вот, правда, в одном контексте на одном, и в каком-то другом, ну, обзадок. Например, да. Или какой-то набор… Вы просто закрепите какой-то максимальный набор предложений, которые хотите смотреть, и тогда… Вот. А этот параметр… Кого? Ну, можно попробовать просто выбрать разные, посмотреть, насколько… Да. То есть, если вы попытаетесь сразу оптимизировать еще и его, скорее всего, получится какая-то ерунда. Окей. И, значит, чему… Значит, что мы хотим теперь сделать с вот этим L? Что для этого нужно? Количество градиентов. Да. То есть, какой градиент надо уметь вычислять? ДВ. Ну, у нас… ДВ почему? А, ну, правильно. То есть, вам нужно уметь дифференцировать по всем вот этим весам. То есть, достаточно уметь дифференцировать L, T, просто потому что, если вы умеете дифференцировать L, T, то и сумму вы тоже сможете. Пускай для простоты у нас и здесь, и здесь будет одна и та же матрица W, просто для простоты написания формул. И чему же равняется такая производная? Да, давайте для простоты забудем про индексы. Да, просто по какому-то параметру. Давайте вспоминать стандартный backpropagation. Что это такое? Это DLT. Почему? По… Ну, да. По выходу. Вот. А теперь почему мы должны взять… Что у нас перед… Ну, ладно, давайте напишем пока по… Напишем по DW. Теперь распишем уже DYT. По DW это что такое? Это DYT. Почему? Что у нас… Какой у нас следующий слой идет после Y? H. Да. PDHT. PDHT. А здесь DHT… PDV. Значит, чему равно DHT PDV? Чему еще раз равна? DHT PDV… А функция Fn по ней не надо брать? Ну, нет, нет, нет. Какая-то функция… Ну, вот. HT – это Fn. От нее что же надо? Да, правильно. То есть здесь на самом деле ошибка. Что здесь еще должно быть? DHT PDV… А DHT PDV… А DHT PDV… Еще раз? Ну, у нас между H и V еще есть Fn. Поэтому, по-моему, это древо и последний, но вот DHT PDFn на ДFn… А Fn… Что такое F… Смотрите, у нас… Если мы начнем обращать стрелки, у нас из H выходят два выхода для производной. Первый выход куда идет? Ну, X, T… Так. Ну, вот. Ну, это же когда мы… Ну, это же когда мы… Ну, это же… Ну, это же How… Да, отлично. Теперь… Теперь мы приходим к тому, чтобы правильно понимать, что означает вот эта производная. Напишем здесь такой значок плюсика, который будет означать, что мы зафиксировали все остальные переменные. То есть мы зафиксировали HT минус первое и зафиксировали иксы. Тогда по формуле для полной производной, полная производная DHT PDV будет вот это вот D с плюсиком плюс что? Ну, плюс производные, которые пойдут от более ранних состояний H. Вот. И плюс… Плюс так далее. Окей. И… Эту формулу можно расписать в виде суммы произведений. То есть у вас будет сумма произведений DHT, только здесь не T, а I. И минус первое на… Какие будут индексы? Ну, здесь, понятным делом, от меня до T. А там же… А здесь? Там было… Диелик Т по DHT… Стало DHT… А там… В чем вопрос? Ну, ну, вы будучи строить, например, Диелик Т по DHT… А там можно сумму, а потом искало DHT… Не-не, но это мы забыли. То есть мы смотрим просто на то, что в скобочках. Вот произведения… Какие здесь будут произведения? Так, а здесь, на самом деле… Так, здесь опять ошибка. Тут, на самом деле, какой-то K. Ну, чтобы было понятней, давайте еще один член распишем. Как он будет выглядеть? Это будет просто DHT на DHT минус первое. Здесь DHT минус первое по DHT минус второе. И умноженное уже на DHT минус второе с этим плюсиком по DV. Что? Вот K – это то, где мы останавливаемся. Таким образом, и у нас меняется от K плюс 1 до T. Т. Я сейчас еще не поняты. Смотри, когда пишем DHT под В сначала, да? Да. Да. Т.е. Диелик Т под В ДТ под В, а потом DHT под В? Да. Ну, это как бы… Теперь к dHT по dV мы применяем формулу для полного дифференциала. Да, но первое слагаемое – это будет d с плюсиком, hT по dV. То есть мы фиксируем все остальные коэффициенты. Отлично. Теперь, наверное, можно увидеть, в чем проблема. У такой архитектуры. В чем они? Давайте вспомним. Да, у нас куча вот таких длинных произведений. А что мы знаем про вот такие производные? Да, там будет связь с матрицей, но еще будет связь с функцией активации. Давайте подумаем про функцию активации. Какая с ней будет проблема? Да, почти при любом выборе функции активации у нас будет либо проблема того, что градиенты слишком большие, и они начнут стремиться к бесконечности, либо к тому, что они будут угасать. Как раз из-за того, что у нас куча вот таких длинных произведений. Но если вы вспомните, например, про функцию сигмоида, то у нее производная, она всегда не превышает 1,4. Соответственно, длинные произведения будут автоматически приводить к угасанию. Для тангенсы, наоборот, очень легко получить большие ингредиенты. А мы с проблемой угасания можно бороться, подбирая правильно веса, но здесь у нас выбора намного меньше. И поэтому, действительно, если мы выберем удачно B и выберем их достаточно большими, тогда это поможет в борьбе с угасающими градиентами, но не сильно. Потому что кроме весов все равно будут еще производные функции активации, которых много, которые входят в большие произведения. Как с этим можно бороться? Действительно, можно взять функцию активации Reeloo, но с ней легко получить проблему больших градиентов. Один из простых способов, он действительно, как кто-то недавно предлагал, можно в момент обучения обрубать сеть до какого-то момента времени, например, брать только последние K шагов. Тогда у вас не останется огромных произведений, и намного легче будет решить проблему больших или маленьких градиентов. Но при этом ошибка будет вычисляться хуже. Соответственно, даже если вы хорошо выучите такую сеть, не факт, что у вас получится хороший результат. Другой способ решения, который не связан ни с функциями активации, и не связан с обрубанием сети, это добавить еще какую-то линейную связь. То есть, здесь у нас куча нелинейных связей циклических, а мы можем еще добавить линейную связь. И это нас приведет к архитектуре LSTM, которая выглядит следующим образом. То есть, здесь уже ее финальное... Уже то, как она на самом деле выглядит, но фактически главная ее составляющая, которая позволяет бороться с угасанием градиентов, это то, что у нас появляется так называемый конвейер состояний, который сам с собой связан линейно. То есть, для него производная будет константой. Для простоты можете думать, что снизу просто скрытый слой, то есть, нет вот этих всех сложных вычислений. А сверху у вас просто такая, грубо говоря, область памяти, куда вы дописываете новые значения. Окей. Теперь мы хотим чуть-чуть усложнить скрытый слой, так, чтобы он понимал, какую информацию нужно сохранять и какую нужно забывать. И также мог измерять количество этой самой информации, которую нужно забыть и которую нужно использовать. Для этого используются сигмоиды вот здесь и здесь. они как раз-таки помогают с одной стороны выбирать, какую информацию хранить в скрытом слое и какую информацию хранить на конвейере. Давайте разберем по частям. Как я и сказал, часть, которая нам помогает бороться с затуханием градиентов, то есть часть, которая помогает сохранять информацию. Это конвейер. И как он устроен, он просто на каждой итерации берет информацию, которая была на нем до этого, делает с ней какое-то преобразование и дальше суммирует старую информацию с новой. Это просто крестик, крестик, да, как умножение. Дальше у нас есть забывающий слой для входа, который как раз-таки регулирует, какую часть из входа нужно послать на конвейер. И, соответственно, то, что мы шлем на конвейер, оно вычисляется как сигмоида вот от такой суммы. следующая составляющая это то, как мы обновляем скрытый слой и тут мы тоже выбираем, что нам, какую часть скрытого слоя оставить и входа и вычисляем следующую нелинейность. наконец, как говорилось, ровно так определяется новое значение на конвейере. И, наконец, то, что мы шлем на выход, оно опять регулируется с помощью сигмоида. на скрытый слой мы скрытый слой мы обновляем как скрытый слой мы обновляем используя то, что мы послали на выход и обновленное значение на конвейере. Также еще один способ борьбы с затуханием градиентов и вообще еще один метод получения новых архитектур это добавление новых связей в сеть. Например, в LSTM мы можем добавить вот такие связи. В некоторых случаях они помогают лучше обучать. они улучшают обучение сети. Полезно взять всю архитектуру LSTM и занулить часть стрелок и понять на что каждая стрелка влияет. Наконец, можно выкинуть конвейер и получить еще одну вариацию LSTM, которая называется GRU. ГРУ. В ней меньше коэффициентов, но при этом там выраженнее затухание градиентов. Но при этом во многих задачах лучше применять такую архитектуру. можете потом пройти по этой ссылке и увидеть, как можно с помощью LSTM генерировать разные вещи. Например, генерировать тексты по какому-то корпусу, генерировать код на то есть сеть была обучена просто на каком-то массиве кода на C++. Дальше она генерировала новый код, который даже почти компилировался. Окей. Да, про это расскажет Даниил, то есть про ты же расскажешь про сеть с дополнительной памятью. И наконец, еще один способ улучшения сети это ходить не только вперед по последовательности, но еще и назад, таким образом получая двунаправленную рекуррентную сеть. Мы улучшимся по будущему. Ну, нет, просто мы используем не только чтение предложения, например, не только чтение предложения с начала до конца, но еще и с конца в начало. Ну, проще. вопрос Окей. Вопросы про ЛСТМ? Да. Про что? пройтись по конвириусу. Да, Первое сначала. Вопросы сначала. Вопросы подсказали по отдельности начинаем собирать. Ну, собственно, начало по отдельности. Нет, тут понятно. То есть, какой момент непонятен? Ну, вот, следующую слайдинку. Вот, вот этот. Здесь немножко не такая запись, как мы использовали, здесь просто матрица, она чуть-чуть пожирнее, и у нее есть строки, которые отвечают за h, и строки, которые отвечают за x. там просто потом еще появляется c. Так. c – это фактически то, что пойдет на конвейер. То есть, пойдет не все c, а только та часть, которая предскажет сигмоид. То есть, фактически, вот этот сигмоид, он отвечает за то, какую часть c сейчас стоит послать на конвейер. Так. Смотрите, еще раз повторю про значение этого самого конвейера. То есть, если мы выкинем этот забывающий слой, то c будет фактически накапливать информацию. Таким образом, производная ct по ct-1 будет равна единице. То есть, таким образом, в этой части сети у нас не будет затухания градиентов. Но, к сожалению, тогда основная информация сети будет как раз сконцентрирована на конвейере, и мы не сможем полноценно обучать остальную часть. Поэтому нужно часть информации забывать. так, еще вопросы? вопроса? благодаря вот этому... Благодаря вот этому слою input gate мы… Да. Да, но вы можете думать в рамках, как было здесь написано, и тогда у вас будет не матрица vc, а две матрицы. Одна отвечающая за h, другая за x. Да. Ок.